Смотрите далее в гражданской обороне. Пятая весна в аннексированном Крыму. Тарабируйте меня под рукой! Меня под рукой в УВД! Уничтожение природы. Чем РФ многовековые крымские деревья не угодили? Там что, деревья в городе Алубка не нужны? Варвары, просто варвары. Пляжный концлагерь. Почему власть оккупанта решила весь Крым забором оградить? Все эти моменты, они сделаны не для того, чтобы усложнить вашу жизнь, Маленькие защитники. Как Кремль крымских детей к войне готовит? Любой ребенок в будущем станет мужчиной, который будет защищать свою родину. Последние новости с оккупированного полуострова. Прямо сейчас. Конечно же, самым главным и ярким событием марта 18-го на аннексированном полуострове, как и в самой РФ, стали так называемые выборы президента. Спасибо вам большое за результат. Нас ждет успех. Да! По крайней мере, оккупационная власть сделала все возможное, чтобы люди всячески были заинтересованы предстоящим великим днем выборов. А явка, конечно, была максимальной. Хочу сказать всем спасибо за то, что были небезразличны, неравнодушны, за то, что проголосовали за будущее российского Крыма, за будущее нашей страны. Под контрольная Кремлю власть и людей на выборы сгоняла чуть ли не под угрозой увольнения. На работе заставляют идти проголосовать помимо своего еще в двух других участках. Не пойти страшно, на работе потом жизни не дадут. Все на выборы президента России, всем проголосовавшим отзвонится старший. И необходимо докладывать данные главврачу каждые два часа. Под избирательными участками устраивали даже мини-ярмарки и импровизированные концерты с оркестром. А севастопольцам в день выборов выдавали даже медали в память о фейковом референдуме. Правда, повезло, так сказать, не всем, а только тем, кто успел. Машина едет с северной стороны. Медали закончились, а сейчас будут. Да что уж говорить, в дни предвыборной истерии даже сам Гоблин Аксенов решил принять эстафету под названием «Выбор чемпионов 18.03.18». И во имя наверняка именно Путина отжался от пола 18 раз. Участие в акции «18.03.18». Отжимайся 18 раз. Передели эстафету моему другу, моему брату, Юнусбеку, Гуману Геевичу и Курову и Крымской молодежи. Но кроме выборов на аннексированном полуострове есть еще и повседневная жизнь простых крымчан. И многие из них на пятый год аннексии уже поняли, зачем на самом деле Крым был нужен России. Для оккупантов Крым это просто захваченная территория, которую они намеренно используют как военную базу, насыщая военной техникой, насыщая своими военнослужащими. Как, например, стоит лишь взглянуть на то, как на сегодняшний день выросли аппетиты крымских компаний и застройщиков. Крымчане не перестают делиться показательными публикациями того, как прокремлевские бандиты нагло отбирают под застройку огромные и очень выгодные земельные участки полуострова. Севастополь дикого фиолента больше не будет. Скоро от Крыма вообще ничего не останется. Недовольны тем, что происходит и ялтинцы. В некогда главной курортной столице Крыма прокремлевские власти начали стройку прямо на пляже практически уже уничтоженного Приморского парка. И это при том, что правительство так называемого главы Крыма Аксенова ввело запрет любых видов строительства на южном берегу полуострова. Это происходит потому, что здесь не действуют никакие законы, даже российские, маломальские, то есть формально, которые хотя бы как-то должны были выполняться, они тоже не работают. Похоже, вырубка многовековых деревьев на аннексированном полуострове тоже одно из любимых занятий российских оккупантов. Идет спил деревьев, которые занесены в Красную книгу. Там уже около 23 деревьев повалили кипарисом. Там под стройку гребут, они спиливают деревья, а потом ковшом эти корни снимают. Это город Алубка. Местные жители с таким не сталкивались никогда. Была полностью кипарисовая аллея вот от начала и до конца для укрепления земли, чтобы земля не ползла. Нам что, деревья в городе Алубка не нужны? Варвары. Просто варвары. Автор видео говорит, что такие методы застройщиков, кроме как фашистскими, не назовешь. Ну а кто, по мнению любителей русского мира, сегодня главные фашисты? Конечно... Застройщик с Украины, наверное, да? С России? Даже не будем пытаться искать логику в вопросе мужчины о застройщике. Просто хотелось бы у него спросить, а был ли подобный беспредел в Крыму до прихода России на полуостров? Суббота. Пока все люди спят. Под шумок. Хотя есть и разрешение у них, как они говорят. От экологической полиции. Но пилится все в субботу почему-то. Методами фашистскими работают ребята. Это временщики. То есть они не видят Крым через 100 лет, они не видят его через 50 лет. Они видят то, что можно сегодня срезать деревья, кипарисы, залить это бетоном, продать подороже и самому исчезнуть. А еще российские оккупанты вовсю взялись устанавливать по всему Крыму заборы. Пользователи в интернете уже говорят, что полуостров превращается чуть ли не в настоящую тюрьму. Или даже концлагерь. Стоит лишь взглянуть, на что сейчас похожа приморская зона Ялты. В 14-м России якобы принялась все заборы сносить. Руки утрите! Что там делаешь? Душа, душа, житель! Бля, убивай! Но это была кратковременная радость для крымчан. С 16-го оккупанты начали активно огораживать море. И глядя на фотографии из Ялты, нельзя не согласиться с пользователями интернета. Такой вид больше напоминает концлагерь, нежели солнечный и пляжный курорт. Активно сейчас оккупанты обносят заборами и крымские автовокзалы. Крым Автотранс устанавливает подобные заборы по всем автовокзалам крупных городов полуострова. А в будущем планируется оснастить их так называемыми энтроскопами. И как в аэропорту проверять багаж с его помощью. Такими заборами уже огородили автостанции Симферополя, Евпатории и Керчи. И как бы людям не рассказывали, что все эти новшества якобы в целях их же безопасности, наши эксперты уверены, что таким образом российская власть удерживает людей в страхе. А тем самым и под контролем. Поверьте, все эти моменты, они сделаны не для того, чтобы усложнить вашу жизнь, а только для того, чтобы обеспечить целостность вашего здоровья и вашей жизни. Но по поводу всего этого беспредела люди могут возмущаться разве что только в соцсетях или на городских форумах. Ведь с особо недовольными российские оккупанты здесь долго не церемонятся. Фотографируйте меня под рукой, меня под рукой в УВТ. За примером далеко ходить не надо. В Керчи участники гаражного кооператива устроили мирное, главное, несогласованное с властью собрание. Люди хотели обсудить земельную проблему своих участков. Но к ним тут же пожаловали представители администрации и правоохранительных органов. Данное мероприятие администрации города не согласовано. За его проведение и участие в нем предполагается административное ответственность. А мы где хотим? А люди где хотят? Понятно, кому собирают? Чтоб немножко хоть услышать. Мужчина выразил сопротивление и недовольство. Попытался доказать, что люди имеют право на собрание и абсолютно ничего не нарушают. Но так было до 2014-го. Наверное, он забыл, что теперь в Крыму действуют российские законы и порядки. Фотографируйте меня под рукой, меня под рукой в УВТ. Во всех этих действиях российских оккупантов нет ничего удивительного. Ведь у Кремля в отношении Крыма есть свои задачи. Разграбить, сделать военную базу и вырастить на полуострове абсолютно лояльные к РФ поколения людей. Защищать родину ребят учат со школьной скамьи. Многие из них связывают с армией и взрослую жизнь. Речь о крымских юнормейцах, детях которых в РФ к войне готовят, как говорится, с молоду. Теперь и на аннексированном полуострове. Новости по ТВ о них абсолютная обыденность. К примеру, недавно присягу юнормейцев принимали школьники из Джанкойского района. Я хочу поступить после 11-го класса в военное училище ФСБ пограничное. Войск в Москве. И в дальнейшем выучиться на офицера. Этим детям из скромной школы устроили якобы настоящий праздник. Провели укороченный вариант курса молодого бойца. В файе школы детям продемонстрировали, как выглядят бойцы ОМОНа, Беркута, а также показали образцы вооружений. Любой ребенок в будущем станет мужчиной, который будет защищать свою родину. Нравится больше всего пистолет. В Симферополе недавно состоялась военизированная эстафета юнормейских отрядов, посвященная столетию образования военных комиссариатов Министерства обороны РФ. Они бегают, они стреляют, разбирают, собирают оружие, отжимаются, метают гранаты. Очки можно потерять на плохо надетом противогазе, неаккуратной сборке автомата и даже неправильном беге. Такие жесткие правила с юного возраста приучают к дисциплине и готовят ребят ко всем сложностям жизни. А для некоторых еще и армейского быта. А в Севастополе юнормейцам и школьникам рассказали и показали, как стать настоящим универсальным солдатом, а точнее морским пехотинцем. Иными словами, в Севастополе прошла пиар-акция по привлечению молодежи в ряды черных беретов. Для гостей морпехи подготовили настоящее шоу. Также будущим призывникам рассказали, на что якобы способны отечественные военные разработки. Показали десантную технику, казармы и места отдыха. Здесь очень интересно, можно залазить на танки, сидеть внутри, подергать там рычаги. Понравилось все, везде уже успела полазить, все посмотреть. Это манипуляция и игра детским сознанием. Когда инструментами пропаганды просто вбиваются те клише, нужные государству для дальнейшего использования этих личностей. Фактически они готовят универсальных солдатов, таких пушечное мясо, которое должно безропотно умереть за Путина, когда ему прикажут. С первого дня оккупанты уничтожают Крымский полуостров. Они убивают удивительную природу Крыма. Они разворовывают все, что только можно. Крымчан они готовят к войне с самого детства, а со всеми недовольными очень быстро расправляются жесткими методами. К сожалению, Крым не единственная аннексированная Россией территория. И в этот раз, как и в предыдущие, все идет по хорошо отработанному РФ-сценарию.